Смотрите, чем проще система, тем проще прогнозировать ее работу. То есть, если, например, у меня в руках чашка, то я могу сказать, что у меня два варианта. Либо я ее унесу с собой, либо я ее поставлю. То же самое, если мы говорим о том, что вот есть система, она простая, мы можем прогнозировать, что через такое-то время у нас закончится бензин и двигатель остановится. Но если мы говорим о системе, которая зависит от большого количества людей, от их работы, от их обучаемости, то планировать о том, что когда у нас случится вот это вот счастье и социализм, о котором вы говорите, когда все у нас будет работать. Я о социализме не говорю. Я вам скажу, через 30 лет. Через 30 лет у нас будет все хорошо. Не будет, да? Гарантированно. Значит, смотрите, может быть, через 50. Да. Значит, что я могу сказать? Я могу сказать, что вот это вот отношение к государственной власти, к муниципальной власти, мы вас выбрали, вы нам сделаете. А мы зададим вопрос, когда? Когда вы это для нас сделаете? Я считаю, что каждый николаевец должен включиться в эту работу. Не сидеть и ждать молчаливым зрителям, когда же там все у нас поменяется, когда, Сенкевич, мы же его выбрали, одного на 500 тысяч. Давай, красавчик, работай. Мы будем смотреть и спрашивать, когда ты нам не будешь перестанешь... Запретить такие вопросы. Когда наши зрители должны молчаливые. Когда ты нам перестанешь гадить в лифте, мы будем спрашивать Сенкевича. Понимаете? А, да, Обама там и Сенкевич, когда перестанут гадить у нас в лифте. Вопрос простой. Смотрите. Вопрос какой, смотрите. Ведь на самом деле, не Сенкевич же переворачивает урны. Вы знаете, мне было очень стыдно. Я уже... Маленькая ремарка. Мне было очень стыдно. Приехали к нам гости из Нюльфера. Вот просто постоянно говорю это. Из нашего города-побратима из Турции. И я повел их на Нижнюю набережную прогуляться. Перед этим спросил службы, отзвонил и спросил, у нас там все в порядке. Они говорят, да, все в порядке. Мы вчера в пятницу вечером проверяли. В субботу мы идем с утра, если бы видели, какой там был бардак. Коробки от Макдональдса. Пакеты. Все. С пятницы на субботу. Свинство. Везде. Просто. И кто это сделал? Это сделали наши любимые николаевцы. Или Сенкевич опять-нибудь. Вот вы знаете, Александр Городович, полный секунды. Я хотел сказать, что урны при этом все. Я сфотографировал это. Урны были пустыми. Урны были пустыми, а возле скамеек было накидано, нагажено. И вот здесь, я уверен, что люди, которые ходили рядом, они видели, что это происходит. Они могли сделать замечание. Ведь город наш чистый, лучший, красивый, начинается с каждого из нас. С нашей ответственности. С нашей ответственности за наш дом. С нашей ответственности за нашу работу. Почему у нас так случилось? Я считаю, что только по одному. У нас 70 лет отучали, что нет ничего нашего. То есть, нет ничего твоего. Есть все наше. Общее. Если общее, то ответственность тоже общая. Если ответственность общая, значит ничья. Значит не моя. Вот поэтому ответственность за дом не хотят брать. ОСМД не хотят создавать. Контролировать финансы не хотят. Зато контролировать Сенкевича могут и любят. Городская власть, да вообще, горожанам не должно быть вообще, сколько там людей работает, как они работают. Должно быть, они должны видеть, так все чистенько, красиво, крыша не течет, асфальт ровненький. Да, именно, именно этим мы сейчас занимаемся. А вот этими должна заниматься городская власть. Как настроить работу и самое главное контроль. Потому что сейчас тот, кто выполняет эту работу, тот ее и контролирует. Редактор субтитров А.Семкин